Закупочные цены на пшеницу По данным Союза экспортеров зерна, пшеница с протеином 12,5% подорожала до 13 150 рублей за тонну в глубоководных портах и почти до 13 000 рублей на мелководье. Цены указаны без НДС для базиса СПТ порты Азова-Черноморского бассейна. Рост цен отчасти связан с растущим интересом экспортеров, но пшеница по-прежнему стоит на 3 рубля дешевле, чем на аналогичную дату прошлого года. Аналитики отмечают, что вывоз зерна в ближайшее время должен ускориться, и тому способствует тот факт, что пошлина на пшеницу снижается. И будто бы в подтверждение этих слов группа компаний ТБИ публикует статистику по отгрузкам зерновых терминалов в Новороссийске. С 5 по 11 сентября на суда было погружено более 460 тысяч тонн зерна, и это в три раза больше, чем в недели ранее. Отгрузки зерна должны ускоряться еще больше в ближайшее время. Это очень важно для внутреннего рынка. На конференции при Черноморское зерно и масличное, которая прошла в Ростове-на-Дону, глава компании «Про зерно» Владимир Петриченко еще раз указал на рекордный урожай всех зерновых культур и, к сожалению, на тревожный баланс по пшенице. По подсчетам «Про зерно» в этом году необходимо продать за рубеж 44,5 миллиона тонн пшеницы. Обратите внимание, насколько должен вырасти экспорт по сравнению с прошлым годом. Если же отгрузки будут не очень активными, излишки останутся на внутреннем рынке. Немного позитива в эту картину добавил Минсельхоз, объявивший, что в этом году у него достаточно ресурсов, чтобы закупить в интервенционный фонд сразу 3 миллиона тонн пшеницы, а не миллион, как планировалось ранее. Это должно немного поддержать цены. В начале августа, как помните, желающих продать зерно государству не было, но в сентябре дело пошло. Сегодня в фонд закуплено более 100 тысяч тонн пшеницы, и в последний раз тройка ушла по цене 14 350 рублей за тонну без НДС, а четверка по цене 13 700 рублей за тонну без НДС. Владимир Путин заявил, что может пересмотреть условия зерновой сделки. Выступая на Восточном экономическом форуме, президент РФ сообщил, что зерновой коридор для Украины открыт. А вот российская продукция на мировой рынок попасть не может. Есть неформальные ограничения, связанные с фрахтом судов, логистикой, страхованием грузов и так далее. Поэтому Россия может не продлить соглашение, подписанное с ООН 22 июля. Мировые биржи отреагировали на это заявление небольшим ростом цен на пшеницу. Но все самое интересное, вероятно, ждет нас впереди. Зерновая сделка действует до 20 ноября. Именно тогда решится судьба украинского коридора. Если же отбросить мораль и посмотреть на зерновую сделку исключительно с точки зрения экономики, то для российской стороны было бы выгоднее сделку не продлевать. Если сделка будет остановлена, цены вырастут и мы сможем продавать зерно на более выгодных условиях, сказал Владимир Петриченко изданию Forbes. Отметим, что сегодня российская пшеница продается на мировой рынок с дисконтом в 15-20 долларов к румынской пшенице. Такие данные привел гендиректор Икар Дмитрий Рылько. Теперь к рынку масличных. Правительство России продлило запрет на экспорт РАПСа до 28 февраля 2023 года. Кроме того, продлено действие пошлины на сою до 1 сентября 2024 года. В правительстве подчеркнули, что ограничения были эффективными, позволили увеличить загрузку отечественных маслозаводов и обеспечить животноводство шротом. Правда, в правительстве не уточнили, что в новый сезон Россия вступила с рекордными переходящими запасами подсолнечника. Икар оценивает их в миллион тонн, про зерно в миллион триста тысяч тонн. Прибавьте к этому рекордный урожай по всем масличным культурам, который ожидается в текущем году. Маслозаводы утверждают, что справятся с этим объемом сырья, если, конечно, оно будет равномерно поступать в течение всего года на переработку. Если же в начале сезона мощности окажутся недозагружены, да еще и экспорт масла подкачает, то переходящие запасы к 1 сентября 2023 года практически утроятся, составят 3,6 миллиона тонн. Такие данные привел эксперт компании «Эвко» Максим Панари. Аналитики считают, что резкого подъема цен на масло и на сырье ждать не стоит, как бы наоборот не случилось обвала. Все подробности вы сможете прочитать на нашем сайте agrobook.ru. На прошлой неделе появилось официальное подтверждение тому, что агрохолдинг «Юг Руси» продал свои 200 тысяч гектаров сельхозугодий и таким образом освободился от выращивания сельхозкультур, сосредоточившись только на переработке. Издание «Коммерсант» сообщило, что покупателем земель стала компания «Агротехнологии» из Краснодара. Ее учредитель и гендиректор Андрей Шейкин, выступавший также главой хозяйства в станице-выселке Краснодарского края, где расположена штаб-квартира агрокомплекса имени Ткачева. Эксперты рынка отметили, что это самая масштабная сделка с сельхозземлей с 2017 года. И, конечно, назвали компанию экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева крупнейшим землевладельцем России. Однако пресс-служба Юга Руси заявила, что землю экс-министру никто не продавал и ООО «Агротехнологии» является самостоятельной сельскохозяйственной компанией и не входит в крупные агрохолдинги, в том числе и агрокомплекс имени Ткачева. Представители агробизнеса и селекционеры обратились к Владимиру Путину с просьбой не вводить квоту на импорт семян. Письма президенту подписали Российский зерновой союз, Ассоциация независимых российских семенных компаний, Российский соевый союз, Картофельный союз, ВНИ, СОРГА и СОИ, Союз сибирских овощеводов и другие объединения. Авторы письма заявляют, что готовы побеждать зарубежную селекцию в честной конкурентной борьбе. Они отмечают, что нельзя административно лишать сельхозпроизводителей права выбора семян и сопутствующих технологий. Квоты и запреты на импорт ничем не поддержат отечественных селекционеров. Наоборот, у них больше не будет стимула преодолевать отставание от зарубежной селекции, говорится в письме. А пока вопрос о квоте не решен, некоторые хозяйства уже подстилают себе соломку. Например, КФХ «Оскар» из Ленинградского района Кубани в этом году посеяла и отечественные, и зарубежные гибриды кукурузы. На прошлой неделе мы наблюдали сравнительный анализ того, что выросло. КФХ «Оскар» КФХ «Оскар» КФХ «Оскар» КФХ «Оскар» На первые гибриды можно использовать в период и вегетации, для них находятся на зимниеге. Успели отечественная селекция жива, результаты достойные. Если посчитать по себестоимости, с учетом стоимости посевной единицы отечественной и импортной, то получается мы еще и перекрыли. Больше гектара получим прибыли на отечественных семенах. Так что я думаю, тут в принципе все понятно. Таблички данные дадим, потом сбросим, пусть все смотрят. Не надо сразу бросаться на урожайность, надо посчитать, сколько посевная единица стоит. Полностью ролик мы опубликуем в ближайшее время. Если вы тоже экспериментируете с гибридами, поделитесь, пожалуйста, с нами своими результатами. Следующая новость. Наш поклон главе Департамента аграрной политики Воронежской области Алексею Сопронову. Это первый человек среди региональных чиновников, который не побоялся в открытую сказать о работе в ГИС «Зерно». По словам Сопронова, функционирование сервиса постоянно прерывается регламентными работами. Департамент получает шквал звонков от аграриев, но ничем помочь им не может, так как не является оператором системы. За работу в ГИС «Зерно», напомним, отмечает Центр агроаналитики. Видимо, устав бороться с компьютером, сельхозпроизводители стали выдавать желаемое за действительное. Они откопали законопроект четырехмесячной давности, где Минсельхоз предлагал перенести запуск системы на 2023 год. Но в тот же день Центру агроаналитики пришлось развеять последние надежды и объявить, что переноса сроков уже не будет. Россельхознадзор обратил внимание на проблему стихийных свалок. С начала года ведомство выявило 1400 случаев, когда мусор складировали на землях сельхозназначения. За 8 месяцев нарушения были устранены только на 375 участках, а более тысячи свалок остаются неубранными. Если же принять во внимание все проверки с 2017 года, то окажется, что в стране более 3000 незаконных полигонов, с которыми никто ничего не может сделать уже 5 лет. По крайней мере, правительство России справедливо решило, что помочь в этом вопросе могут только деньги. 24 регионам из федерального бюджета выделены средства на рекультивацию свалок. 2,7 миллиарда рублей в 2022 году и 6,6 миллиарда рублей в 2023-2024 годах. В списке регионов-счастливчиков Ростовская область стоит особняком. Если другим, например, Самарской области выделили 105 миллионов рублей, Воронежской – 240 миллионов рублей, Белгороду – 420 миллионов рублей, то Ростовская область в текущем году получит почти 900 миллионов рублей и больше 1 миллиарда 300 тысяч рублей в следующем году. В правительстве рассчитывают, что к концу 2024 года будет рекультивировано почти 500 гектаров земли, где сейчас располагаются незаконные свалки. Минсельхоз России отобрал 73 заявки от производителей, которые в 2023 году получат грант «Агротуризм». Его размер от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от проекта в сфере сельского туризма и собственных вложений заявителя. Средства можно направить на строительство гостиниц, на подключение их к инженерным коммуникациям, на благоустройство территории. Нам очень приятно сообщать, что в Ростовской области гранты получили два хозяйства, которые мы очень хорошо знаем. Первое хозяйство – это биохутор «Петровский» Алексея Щепетева, который занимается органическим земледелием, регулярно вместе с нами проводит День органического поля на своей базе, печет вкуснейший хлеб и устраивает хутор «Фест». Второй получатель гранта – винодельня Николая Молчанова, чья продукция достойна наивысших похвал. Мы поздравляем всех, кто получил гранты и желаем победы тем, кто в этом году не прошел по конкурсу. Пусть грант будет хотя бы в 2024 году. На этом наш выпуск завершен. Дорогие друзья, мы всем вам желаем маленьких побед, хороших осадков после сева и, конечно, достойных цен на всю сельхозпродукцию. Мы вам будем очень благодарны за лайки, комментарии, распространение этого ролика. И увидимся снова на следующей неделе. Пока! Я так успокаиваюсь. Я смотрю котиков. Ладно. Поехали. Малина, зачем ты сказала про котиков? Переписываем. Я правда смотрю котиков, чтобы не думать о новостях. Так, волосы нормальные. Все, едем, да? Саша, твой-то могучий, по-моему, хочет есть. Бедняжечка. Не, ну, и вообще, я вот, не знаешь, что интересно, а совки питаются листьями, ведь они же листья обычно едят, а здесь одни семечки. Вдруг это пища не подходит. Это к вопросу о том, что эта совка никогда не станет взрослой. Я не могу. Какое? Теперь про эту совку думаю. Она ползет, между прочим. Нашу крошечку. Мы, кстати, ей имя еще не дали. Она будет жить недолго. Ну да, ей тут кушать нечего. Может, ее листья какие-нибудь принести? Капустных. Так, поехали. А вообще, это... Ну да, капустные... Да, ладно. Подумаем. Ё-моё, блин, посмотри, они расползлись. Так я тебе сказала. Не надо так делать, я их соберу. Куда ты их соберешь? Не надо. На видео. Давай, это снимаем, потом я их соберу. Ладно. Они же размазываются. Я хотела их сдуть. Не надо, они сдувают. Блин, они бегают прямо по слову. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.